Ульяновская область Кем кормят детей в ульяновских школах обсуждали на Всероссийской тематической конференции Через дырку и похоронное бюро, как ульяновские дети добираются до школы 300-тысячный аэропорт поздравил обладателя счастливого посадочного талона Подвели итоги и отметили точки риска Совет по реформам, национальным и приоритетным проектам при губернаторе Ульяновской области Обсудили работу за последние 10 месяцев Подробнее в нашем следующем сюжете 800 миллионов рублей дополнительно на реализацию национальных проектов Такой премии федеральный центр в ближайшее время наградит Ульяновскую область за работу в этом направлении О неплохих показателях в реализации национальных проектов в регионе За последние 10 месяцев сегодня утром говорили на специальном заседании Совета под руководством Сергея Морозова Глава региона еще раз подчеркнул коллегам Исполнение нацпроектов задача номер один для каждого И реализация национальных проектов безусловно с таким приоритетом относится Важно то, что работа в логике национальных проектов Дает возможность двигаться к достижению общей национальной цели Является общей для всех уровней властей ветвей власти За финансовой стороной нацпроектов в регионах в следующем году будет активнее следить федеральное казначейство Как уточняет губернатор, все это выльется в жесткие проверки За неисполнение национальных проектов, за недостижение целей Будет со всех компетентных должностных лиц Независимо от того, кто какие погоны носит Очень строгий спрос Вплоть до административной и уголовной ответственности Итоги за 10 месяцев, как заметили на совещании Уже позволяют говорить о конкретных результатах Достигнутых в текущем году в рамках стратегического развития Отчиталось об успехах зампредседателя регионального кабинета министра Светлана Колесова Так, по количеству электронных отчетов, которые обязаны сдавать все субъекты страны Ульяновская область находится на девятой позиции За 10 месяцев проведено 640 тематических мероприятий по всем 12 национальным проектам А это 105%, что говорит об опережении Лучшими в этом направлении оказались действия в рамках нацпроекта «Демография» А в рамках регионального проекта Финансовая поддержка семей при рождении детей Уже сейчас более 10 тысяч семей получили ежемесячные выплаты В связи с рождением или усыновлением первого ребенка И рождением третьего ребенка и последующих детей На высоком уровне в федеральном центре оценили работу региональной программы Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами Входящий в нацпроект «Экология» Совместно с региональными операторами запущены 4 мусоросортировочных комплекса Средний процент утилизированных отходов у нас составляет 45% Это выше, чем по России И мы выполнили показатель по данному проекту Еще одним поводом для гордости является включение Ульяновской области Список пилотных регионов федерального сервиса нацпроекта «Глазами людей» Который заработал на официальном сайте партии «Единая Россия» 8 октября Теперь каждый житель Ульяновской области в режиме онлайн сможет следить за ходом реализации нацпроектов И оставлять по ним обращения По объектам, которые по мнению населения являются проблемными Партия будет систематически составлять доклад и отправлять Дмитрию Медведеву К сожалению, у нас по статистике около 10% всего людей разного возраста знают о нацпроектах подробно Все остальные что-то слышали, что-то видели, но реальной информацией не владеют Вот этот нацпроект позволит, во-первых, всему населению узнать, что же это за 184 проекта или, соответственно, объекта И позволит нам жестче контролировать их реализацию Два региональных проекта, связанных со строительством и благоустройством объектов, приковывают внимание, но в плане рисков Мы очень внимательно следим за проектом формирования комфортной городской среды В части Сингелея, парка Тиш-де-Гладь, это всероссийский конкурс Пока у нас данные, что низкий процент технической готовности это 67% Есть вопросы и по срокам строительства детского сада в селе Большой Черкле В 2020 году реализация национальных проектов в Ульяновской области потребует свыше 9 миллиардов рублей 60% это средства из федеральной казны, 40% деньги регионального бюджета Ринат Алиулова, Даниил Сурков, Новости Уллправды ТВ Чем кормят ульяновских школьников? На этой неделе федеральные эксперты провели проверку На Всероссийской конференции по организации школьного питания, которая прошла в педагогическом университете Открылись подробности, какие именно, расскажет Виктория Черкова Чем питаются наши школьники? Современные технологии приготовления пищи обсудили сегодня на Всероссийской конференции Федеральные эксперты и гости из 36 регионов страны собрались в педагогическом университете Мероприятие началось с экспозиции кухни народов по Волжье Также к выставке присоединились стенды со школьной кулинарией Директор 34-й гимназии Людмила Токмакова привезла румяную выпечку Людмила Петровна призналась, что обедает вместе со своими учениками Контроль качества и дегустации проводится в школе регулярно Все пожелания записываются в журнал Я как руководитель, я просматриваю этот журнал обязательно за производством Мы сразу обсуждаем, где что-то, если не так Но, вы знаете, вот к великому счастью, что вот это нам помогло убедиться, что родители видят, что у нас Замечательная бригада, которая готовит полностью пищу у нас в нашей столовой И выпечка буфетная, которая тоже выпекается здесь Вот она представлена, эта выпечка за производством, очень вкусная Федеральные эксперты приехали в Ульяновск заранее На этой неделе группа специалистов посещала школы и изучала местную систему питания Опрашивали преподавателей, учеников и их родителей Приемка качества прошла, осталось узнать мнение столичных гостей Больше всего понравилась открытость, искренность и прозрачность в ответах на вопросы Потому что посещая организации, мы видели педагогов, учителей Мы видели ребят, которые искренне рассказывали и делились, как у вас организуется этот процесс На мероприятие прибыл губернатор Ульяновской области Глава региона напомнил о том, что в школах организованы бракиражные комиссии Родители знают, чем питаются дети Ученики, в свою очередь, выбирают то, что им нравится Сергей Морозов рассказал о технологиях, которые скоро появятся в учебных заведениях Скоро для детей будет доступно персонализированное меню Благодаря этому проекту родители с детьми смогут в личном кабинете собирать Как и в конфигуляторе индивидуальные завтраки, обеды С учетом личных вкусовых предпочтений и медицинских показаний детей Также планируется создание специального онлайн-приложения Которое будет давать подсказки по набору витаминов и микроэлементов Кибердиетология стартует в 2020 году Испытания системы будут проводиться во всех региональных школах Виктория Черкова, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ Всю неделю молодые учителя и воспитатели принимали участие в областном этапе конкурса «Педагогический дебют-2019» Участники проводили открытые уроки, готовили видеовизитки и образовательные проекты Сегодня итоги конкурса подвели во Дворце творчества детей и молодежи Кто стал лучшим, расскажет Наталья Чумаченко После пяти дней трудных испытаний регионального этапа конкурса «Педагогический дебют-2019» Наконец участникам предоставили возможность выдохнуть и получить заслуженные награды На сцене Дворца творчества детей и молодежи дипломы и грамоты нашли своих героев За 10 лет своего существования «Педагогический дебют» превратилось в целое такое большое конкурсное движение Которым охвачены практически все молодые педагоги в области Только за это время сначала на муниципальном уровне приняли участие более 3000 педагогов Потом на региональном уровне почти 300 человек, из которых 13 стали победителями российского конкурса Конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют» проходил с 11 по 15 ноября Испытания проводились для повышения авторитета и престижа профессии педагога В этом году мероприятие стартовало в юбилейный десятый раз, поэтому не обошлось без новаций Что касается новаций этого года, то безусловно мне бы хотелось отметить То, что впервые на региональном уровне, да и на всероссийском уровне введена такая номинация, как «Педагог-наставник» Казалось бы, конкурс «Педагогический дебют» и «Педагог-наставник» Но это очень важно, актуально, потому что это созвучно с посылами президента Российской Федерации, губернатора Ульяновской области Участие в областном этапе конкурса приняли 57 человек, которые добились результатов в муниципальном туре, а также чей опыт работы составляет менее трех лет Конкурс – это для меня новое испытание в моей жизни, которое мне очень понравилось Я благодарна всем организаторам, участникам, которые вместе со мной прошли эту дорогу Главные триумфаторы конкурса – учитель истории и общества знания Тимур Сорокин из Барышевского района Старотимошкина Воспитатель детского сада «Жемчужинка» Анастасия Бояркина из Димитровграда Педагог дополнительного образования Дворца творчества детей и молодежи Елена Пиканова Учитель русского языка и литературы гимназии номер 33 Ирина Малышева Директор школы номер 27 Андрей Чичуков Получили дипломы и денежную премию губернатора Ульяновской области в размере 50 тысяч рублей Победители поедут защищать честь области на всероссийских соревнованиях по профмастерству В образовательном лагере «Смарт» Чердаклинского района стартовал образовательный практикум молодое здравоохранение в рамках реализации регионального проекта обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами национального проекта здравоохранения Познакомиться, пообщаться неформально, обменяться опытом Такие возможности молодым медикам предоставились на втором образовательном практикуме «Молодое здравоохранение», которое стартовал в Ульяновской области в рамках реализации нацпроекта здравоохранения Мероприятие проходило в образовательном лагере «Смарт» Чердаклинского района и включало в себя несколько этапов Сегодня также принимают участие около 100 человек Завтра к нам приезжает тренер-операторского мастерства Руслан Хоменко Завтра к нам приезжает депутат законодательного собрания Мария Рогаткина Также здесь будет присутствовать Инна Борисовна Чигирева, первый заместитель министра здравоохранения С кем ребята тоже смогут пообщаться в такой неформальной обстановке Первый практикум прошел в октябре, второй с 14 по 15 ноября Организаторы отмечают, что подобные мероприятия позволяют расширить знания врачей в сфере правовой защиты и эффективности коммуникации с пациентами и коллегами За два дня в образовательном лагере пройдут командообразующие тренинги, игры «Бинго» и «Апокалипсис», пятичасовой интенсив по конфликтологии, семинары по принципам здорового образа жизни и основам правильного питания Самое главное участие в данной организации мероприятия – это знакомство, новые люди, новые знания Это обмен опытом, то же самое Мы постоянно разговариваем, изучаем что-то новое Потом, когда будут еще такие мероприятия создаваться, летом, зимой, весной Будет, я надеюсь, все больше и больше людей завлекаться в эти мероприятия Сфера здравоохранения нуждается в молодых и профессиональных кадрах Чтобы молодежь оставалась жить и работать в Ульяновской области По поручению губернатора Сергея Морозова реализуются меры социальной поддержки За пятилетний период получателями льгот стали более 8 тысяч медицинских работников Ребята отмечают, что молодой семье любые доплаты жизненно необходимы Работаю я уже больше года, почти полтора Работать очень нравится, так как работаю в основном с молодым поколением Это студенты от 18, молодежь до 35 лет Льготу получаем как молодые специалисты Это в основном единовременная выплата 10 тысяч у нас И ежемесячная оплата 1000 рублей Как подчеркивают специалисты профильного ведомства Программа образовательных практикумов для молодых медиков будет продолжаться Напомним, с целью реализации нацпроекта за 2019 год В систему здравоохранения области планируется привлечь 169 врачей 332 средних медицинских работников И более 2500 специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов, Новости Улправда ТВ Мы должны точно понимать, какими дорогами ходят наши дети Это прямая цитата из речи Сергея Морозова на одном из аппаратных совещаний На днях в нашу редакцию обратился житель 4-го микрорайона в Ульяновске, который сетовал на ущемление прав в передвижении Как оказалось, ситуация непосредственно связана с безопасностью детей Все подробности в репортаже Ренаты Алиуловой Жителям симбирских высоток добираться до работы или возвращаться обратно домой приходится вот таким вот образом Дети ходят в школу тем же самым путем Дырку в заборе делают сами жители Известно, что ограждение здесь установлено в рамках закона и в целях безопасности О том, что целостность ограждения необходима для безопасности, говорится в объявлении Которые развешаны в подъездах домов Такое решение приняла межведомственная рабочая группа по предупреждению экстремизма и терроризма Однако некоторые жители считают, что путь через больницу является самым безопасным и коротким Особенно для детей, которые учатся в 40-м лицее Жилой комплекс состоит из трех домов И в общей сложности там проживают около полутора тысячи человек Дойти до школы и вернуться обратно можно и другим путем Через помойку, гаражи, здания ритуальных услуг и стаю собак, гуляющих здесь по вечера Все, словно, по мотивам хорошего фильма ужасов Этой дорогой чаще всего пользуются школьники лицея номер 11 Многие из которых как раз и проживают на улице Кирова 6 Вот знаете, можно отлиться от детей, как вот детям страшным Во-первых, они заканчивают школу, сейчас уже темнеет рано Возвращаются, то есть получается, если мы, ну дети возвращаются со школы по прямой, говорят, 300 метров А обратно со школы нужно вернуться полтора километра назад, уйти от дома, от объектов И еще полтора километра обратно к домам пройти, да, то есть, ну это получается 3 километра Очень, очень опасно Вера со своей семьей переехали в элитную многоэтажку несколько лет назад Тогда ее дочка ходила в сад, поэтому прокладывать путь через больницу не приходилось Но это, как говорится, до поры до времени Второй год подряд она водит дочку в школу и приводит обратно Они вместе перелезают через дырку в заборе, потому что женщина боится за своего ребенка Вдруг пойдет не тем путем Мы хотели бы, чтобы нам сделали проход, потому что, в принципе, рассмотреть возможность есть И даже через областную больницу выделить какую-то зону, огражденную, пусть мы не претендуем Но, тем не менее, чтобы у нас была доступна школа и все остальные сферы социальные Но не все родители микрорайона разделяют мнение, что чем короче путь, тем он лучше Мать двоих детей Елена, конечно, тоже не в восторге, что одна из дорог проходит через похоронное бюро Но своих детей в школу не провожала никогда Просила всегда выбирать тот путь, который надежнее Пусть и займет больше времени Ну это, наверное, еще зависит многое от родителей Как они организуют своего ребенка и скажут, насколько безопасен будет путь Можно и ритуальными услугами пройти, но у нас есть и альтернативные дороги Можно пройти вдоль дома и также выйти к этим пешеходным переходам То есть я своим детям говорю, особенно в темное время суток Одним из первых в нашу редакцию с просьбой помочь разобраться в ситуации Обратился житель дома на улице Кирова Дмитрий Лютов Мужчина рассказал, что впервые объявление в подъездах о восстановлении целостности забора Который, к слову, уже не первой свежести и, судя по всему, стоит со времен строительства больницы Появилось еще в конце сентября Правда, сначала оно было за подписью администрации медучреждения Естественно, я как неравнодушный житель, который к тому же и пользуется очень часто Решил обратиться в соответствующие государственные органы С целью проверить вообще на законность Дмитрий написал письмо в прокуратуру, ссылаясь на Конституцию Российской Федерации Обратился к уполномоченному по правам человека Правда, пока ждет ответ от адресатов Мы же ждать не стали, решили узнать, откуда ноги растут Так как последнее объявление было подписано управляющей компанией Мы отправились к ним в офис Директор рассказал, что восстанавливать целостность забора приходится уже в который раз И это не их прихоть Действует по предписанию прокуратуры Ульяновской области Существует необходимое постановление о том, что территория областной клиники Она считается территорией клиники И она должна быть закрыта для проникновения посторонних лиц В определенные часы Жильцов мы понимаем, конечно, и частично на их стороне Но ситуация так складывается, что во всем виновата управляющая компания По словам Сергея, они заложники обстоятельств По указу органов, по просьбе больницы приходится латать дырку в заборе Хотя к нему они никакого отношения не имеют К этому забору отношения мы не имеем На сегодняшний день с областной клиникой мы связывались На балансе у клиники этот забор тоже как бы не стоит Но это территория клиники Хотим мы того или нет В больнице нам эту информацию подтвердили Кому принадлежит забор, они не знают Однако комментировать что-либо на камеру отказались Зато прислали письмо, где написано, что также действует согласно предписанию Территория больницы, непроходной двор Объект должен находиться под особой охраной И как следствие защищен Мы бы не обсуждали столь широко эту тему Если бы она не касалась безопасности детей Это относится не только к Ульяновскому региону Не все дороги в школы страны освещены, а главное безопасны Это подтверждает чудовищная ситуация Которая произошла месяц назад в Саратове Где по пути в школу с утра была убита маленькая девочка Профилактических акций недостаточно На одном из аппаратных совещаний губернатор Сергей Морозов Просил региональное министерство образования и науки Разработать специальную карту рисков Привести разъяснительные работы в школах Чтобы максимально точно понимать Какими дорогами ходят дети И исключить на их пути все риски Давайте сделаем карту рисков Движения наших детей Мы должны это сделать Совместно Установим там видеосистемы Установим там, так сказать, специальные датчики Чтобы ни один ребенок не был подвержен этому риску В министерстве пояснили Указания губернатора исполняются В рамках программы «Дом, школа, дом» до 1 ноября В учреждениях образования прошли родительские, общешкольные и классные собрания С участием силовиков Кроме того, на сайте ведомства работает специальная вкладка Где граждане могут рассказать об опасных местах на пути к школам Как оказалось, на дороге к 11-му 40-му лицеям Жаловались и онлайн Правда, по другому участку Выявлен был немножко другой опасный участок При переходе с университетского городка, так скажем Через железнодорожные пути По симбирским высоткам обращения не было В принципе, нужно посмотреть Так как микрорайон достаточно оживленный Много детей там проживает Будем смотреть, наверное, в индивидуальном порядке Как там организовать безопасный маршрут Можно долго переводить стрелки друг на друга Искать виноватых Правда, у каждого своя Но безопасность и комфортность детей превыше всего Ренат Алиулова, Юрий Конихин, Руслан Баталов Специально для Уллправды ТВ Аэропорт Ульянск-Боротаевка с начала года обслужил 300 тысяч пассажиров Юбилейного обладателя посадочного талона Поздравили флэш-мобом и вручили подарки Такая акция в аэропорту проводится впервые 300-тысячным пассажиром аэропорта Который носит имя нашего прославленного земляка Николая Михайловича Карамзина Оказалась Юлия Теребенина Пассажирка рейса авиакомпании «Руслайн» В направлении Ульяновск-Санкт-Петербург Девушка была приятно удивлена Я не ожидала на самом деле Вообще я в Ульяновске третий день, можно сказать Три дня всего, первый раз Вообще я от города, у меня замечательные впечатления, конечно Ну и вообще вот это вот все шоу, как у вас танцевали Это просто потрясающе, я такой первый раз вижу И никогда ничего не выигрывала, очень приятно, конечно Юбилейного пассажира сначала встретили праздничным флэш-мобом Потом генеральный директор аэропорта Сергей Наконечный Лично поприветствовал пассажирку И вручил ей сертификат на годовое обслуживание В бизнес-зале аэропорта Ульяновск-Братаевка Рост пассажиропотока обусловлен не только развитием Внутререгиональных перевозок Мы сейчас выполняем рейсы в Москву, Санкт-Петербург А в этом году мы еще и открылись как международный аэропорт То есть мы более 23 тысяч человек Обслужили на международных рейсах Это рейсы в основном в Анталию И бизнес-авиация летала от нас в Европу Также девушка получила сертификат на бесплатный авиаперелет По всей маршрутной сети авиакомпании Но на этом подарки не закончились От постоянных партнеров Ульяновского аэропорта Одного из отелей Ульяновска Пассажирка получила сертификат на бесплатное проживание А кафе, расположенное в здании аэровокзала Подарила сертификат на бесплатное посещение Ирина Антонова, Александр Кудряшов Новости Уллправда ТВ 16 ноября в регионе ожидается солнечная погода без осадков Температура днем составит 4 градуса тепла Ветер юго-западный 5-8 метров в секунду Президент России объявил 2019 год годом театра Проект «Театральное Приволжье» реализуется при поддержке Полномочного представителя президента России В Приволжском федеральном округе Игоря Комарова Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа 14 школьных и 14 студенческих театров представлены в открытом доступе С 1 октября спектакли ежедневно транслируются в эфире региональных телеканалов и сетях кабельного телевидения Проголосовать за лучшую постановку ПФО можно будет в ноябре 2019 года по бесплатному номеру 8 800 350 35 43 У каждого спектакля свой номер От 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных Он размещен на экране при показе в эфире В декабре 2019 года в Нижнем Новгороде будут подведены итоги фестиваля Победители получат награды Это все новости на сегодня Смотрите итоги дня на телеканале Управда ТВ По будням 18.30, 20.30 и 22.30 А также на информационном портале управда.ру Хороших выходных! Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений Нужен семейный совет Что выбрать? Государственные гарантии? Высокий доход по хорошей ставке? Или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно Облигации федерального займа для населения Позволят сохранить и приумножить сбережения Инвестировав под гарантию государства Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн Грамотный семейный совет для всех Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин